Здравствуйте, уважаемые слушатели! Предмет экономика и финансы общественного сектора, тема лекции «Основные механизмы денежно-кредитного регулирования». Вопросы лекции. Денежно-кредитная политика государства, цели задачи и инструменты, функционирование денежно-кредитной системы Республики Казахстан и роль Национального банка в его совершенствовании. Законодательная и организационная основа регулирования денежно-кредитного обращения. Государственные меры по обеспечению стабильности финансового рынка и реального аргенового курса лекции. И основные методы регулирования процесса ценнообразования. Денежная политика является частью политики по правильному спросу, которую проводит правительство Центральный банк. Конечные цели – это экономический рост, полная занятость, стабильность цен. Устойчивый платежный баланс. И промежуточные цели – денежная масса, ставка процента, процента обмена курса. Используются прямые косвенные инструменты. Наиболее развитые страны используют преимущественно косвенные методы, которые считаются нам более выдачными. Они не разрушают денежный рынок. Все инструменты воздействуют на резервы банки, в том числе, на ставку процента и денежную массу. Косвенные инструменты – механизмы денег на политике, воздействующие преимущественно предложения денег Центральный банк. В их числе – опираться на открытом рынке купки, продажи ценных бумаг, облигаций. Также обычно используют чисто фискальные цели для займиться на рынке средств для финансированного дефицита и государственного бюджета. Увеличение процентов ставок сокращает предложение денег, а падение увеличивает. Потолки межбанковского кредитования, кредитный код, устанавливается как доля от капитала в существующих кредитах или объемах депозитов. Применяется для сдерживания роста денежной массы через сокращение физического объема от банковских кредитов. Следующий вопрос – функционирование денежно-кредитной системы. Денежно-кредитная система в Казахстане представлена национальными банками, кабельскими банками, инвестиционными, страховыми компаниями, пенсионными фондами и прочими финансами учреждения. Для улучшения жизни населения была создана система строительных сбережений. В этой системе клиент осуществляет первоначальное накопление в жилстрой сбербанки, после этого получает право на кредит. Страховая компания развивается сравнительно недавно и развивается. Следующий вопрос – законодательная и организационная основа регулированного действенного обращения. Официальная процентная ставка рефинансирована. Устанавливается в зависимости от общего состояния денежного уровня по спросу и предложению по кредитам. Официально установленная ставка национального банка в соответствии с целями государственной экономики Центральный банк меняет ставки изменения в соотношении спроса и предложения судного капитала, повышая социальную учетную ставку и делая кредит более дорогим, менее выгодом для заемщиков. При понижении ставки наблюдается обратная картина. Кроме непосредственного воздействия на хозяйственную деятельность, изменения учета ставки Центрального банка оказывает влияние на состояние экономики. Таким образом, повышение учета на ставки Центрального банка означает повышение ретабельности собственного капитала, капитала вкладчика. Реальный доход собственника, занимающегося предпринимательской деятельностью, чисто открывается в баланс отрибыли его компании. И государственные меры по обеспечению стабильности финансового рынка. Национальный банк утвердил основные направления денежно-кредитной политики, в которых рассматривает базовые и перспективистические сценарии развития экономики. Замедление темпов экономического роста будет способствовать снижению потребностей и вкладки товаров. Рост денежной массы составит порядка 10%, рост депозитов порядка 15-17%. И из-за каждого. Девушки, вы можете найти. На этом, как раз, идите. И в последние 5-17%. Субтитры создавал DimaTorzok. И основные методы для государства регулирования процесса ценообразования. В рынке экономики цены не регулируются государством, они складываются в результате действия сил спроса и предложения. В государственном секторе экономики цены находятся под жестким контролем правительства. Кроме правового регулирования государства, осуществляют контроль за применение трансферных цен. Трансферные цены – это заниженные цены, применяемые в международных деловых операциях. Занижение цен позволяет эксплуатированию уменьшать таможенные платежи или другие виды налогов. Государство имеет возможность осуществлять контроль таких цен впоследствии на мониторных изделах. Государство не отказывается от воздействия на отдельную группу товаров, несмотря на действия рынка. Будучи формально либерализованным, цены на энергоносители и прочие товары до сих пор формируются под административным контролем. Вместе с тем, государство использует косвенные методы. Цены вмешательства, цены поддержки, введение ввод на экспорт и импорт, государственные закупки, во время спада цен и распродажа товаров, периоды роста цен. На этом лекция завершена. Спасибо за внимание. До следующей лекции.